Приветствуем всех на сайте нашего сервиса. В данном видео уроке я покажу вам как начать работу и расскажу об общем функционале. Итак, для начала давайте зарегистрируемся. Нажимаем Get Access, вводим сюда ваш email. Нажимаем получить доступ. Итак, письмо отправлено. Теперь давайте перейдем в почту. Давайте откроем письмо и перейдем в личный кабинет. Для доступа к личному кабинету нам понадобится, во-первых, почта, указанная при регистрации, во-вторых, ключ из самого письма. Также здесь вы можете выбрать удобный для вас язык. Нажимаем Заводиниться. Главная страница личного кабинета содержит информацию о вашем трафике, но так как это свежесозданный аккаунт, здесь никакой информации нет. Более детальный обзор панели статистики будет в отдельном видео. Кроме основного экрана здесь есть меню. Первый пункт это собственно отчеты. Это страница, на которой мы находимся сейчас. Дальше идет пункт возможность скачать. Вы можете скачать либо PHP версию, либо JS. Это зависит от уровня вашего доступа. Следующий момент это платежи. Там вы можете посмотреть ваши текущие платежи и также продлить доступ. Раздел с часто задаваемыми вопросами. Здесь есть наши основные рекомендации, которые мы настоятельно рекомендуем соблюдать. Также здесь есть часто задаваемые вопросы и страница с полезными видео. Давайте более детально остановимся на разделе генерации непосредственно скрипта. Здесь есть обязательные параметры, которые необходимо указывать для генерации и также опциональные. И давайте более детально пройдемся по всем из них. Первое это white page. White page страница, которая будет показываться ботам, spy сервисам и другим нежелательным посетителям. В качестве white page можно указать путь на локальном сервере или ссылку на сторонний ресурс. Мы настоятельно рекомендуем использовать в качестве white page локальную страницу. Следующий пункт является offer page. Это страница, которая будет показываться целевым посетителям. Вы также здесь можете указать как локальный путь, так и внешнюю ссылку. Следующий параметр является разрешенный гео. Это двухбуквенные коды стран, посетители из которых попадут на offer page. Например, если вписать сюда ru, система будет пропускать пользователей только из России. Список двухбуквенных сокращений вы можете найти по ссылке здесь же. Дальше идут опциональные настройки. Первый из них является blocked гео. Это запрещенный гео. То есть здесь вы можете указать двухбуквенные коды стран, посетителей из которых однозначно попадут на white page. Ссылка на двухбуквенные коды также присутствует. Следующий параметр это работа с UTM-метками. Данная опция позволяет пробрасывать UTM-метки или другие параметры запроса. То есть передавать параметры запроса на offer page. Рекомендую включать эту опцию, если вы используете дополнительные TDS или трекеры. Или используете UTM-метки для оценки эффективности рекламных компаний. Также здесь есть несколько опциональных полей. Первый отвечает за точное соответствие UTM-метки в запросе. То есть если данной UTM-метки в запросе не будет, то пользователь будет отправляться на white. Следующий пункт это опциональные UTM-метки. То есть здесь вы можете через запятую указать несколько. Например, UTM-1, UTM-2. Таким образом, если ни одна из этих меток не будет присутствовать в запросе, пользователь также будет перенаправлен на white. И последнее поле отвечает за то, что если указана здесь строчка присутствует в запросе, пользователь будет перенаправлен на white. То есть, например, если здесь будет UTM-3, то все пользователи в UTM-метках, которые будет содержаться UTM-3, будут отправляться на white. Следующий пункт меню отвечает за метод отображения white page. Здесь вы можете выбрать либо Coral, либо 302. Coral будет подгружать указанный вами URL в качестве white на вашем домене без изменения самого адреса домена в адресной строке. В 302 это просто будет redirect. Следующий момент это метод отображение black page. Здесь доступны три варианта на выбор. Meta E302 это различные виды redirect. И iframe отвечает за то, что ваш оффер будет отображаться во фрейме также без изменения домена, на котором находится пользователь. Следующий пункт меню это пустой реферер. То есть он позволяет отфильтровать весь трафик, реферер которого ничего не содержит. Referer это URL домена, с которого осуществлялся переход. Следующий пункт меню разрешенный список доменов. Если вы хотите разрешить запросы только если переход был с определенного домена, вы можете прописать их в данном поле. Можно указать только часть домена. Например, если вы впишите здесь Google, то это разрешит запросы с любых доменов гугла. Google.com, Google.ru и также с любых доменов, в URL которых содержится слово Google. Например, 123.google324.com. Соответственно, при неправильной настройке данного параметра весь ваш трафик будет ходить на white. Поэтому крайне рекомендуем очень осторожно ее использовать и проверять, прежде чем запускать ваши рекламные кампании. Следующий пункт меню отвечает за разрешенные устройства. По умолчанию трафик разрешен со всех устройств. То есть это устройства Apple, Android, Windows, другие мобильные устройства и также другой мобильный десктоп, нетбучный трафик. Но если вам необходимо, например, принимать только трафик с Windows, то сделаем вот так и это позволит только Windows трафик принимать. Следующая опция это отложенный старт. Отложенный старт позволяет пропустить первые пользователи и отправить их на white без какой-либо проверки. То есть если мы здесь выставим 50, то первые 50 пользователей будут отправлены на white page. Также здесь есть переключатель перманентного бана. То есть если пользователь попал в эти 50 человек, то в дальнейшем, если он попробует повторно попасть на ваш домен, он также будет отправлен на white. И последний пункт меню это режим паранойи. Режим паранойи позволяет использовать максимально строгие настройки фильтрации, проявляет некоторые дополнительные характеристики, свойственные спай-сервисам, но при этом в некоторых гео может блокировать значительную часть реальных пользователей. Поэтому мы рекомендуем с аккуратностью использовать данные опции. После того, как ввели здесь необходимые параметры, вы можете сгенерировать файл и уже дальше загрузить его к себе на хостинг. На этом ознакомительная часть подходит к концу. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.